Переходим ко второму заданию из раздела аудирования. Вам очень понравится это задание. Three falls not stated. Возможно, кто-то из вас уже практиковался и знает, о чем я рассказываю. Вы услышите диалог между мужчиной и женщиной. Обычно на экзамене мы слышим мужской и женский голос. Я думаю, это сделали составители экзамена для того, чтобы упростить задачу, поскольку не всегда понятны эти иностранные имена, кто из них там. Ну ладно, понятное дело, Мэри и Джон, а вдруг там что-то более сложное. Ну да ладно. Итак, перед вами будут также высказывания. Вроде бы что-то похожее на то, что было в первом задании аудирования. Но все не так просто. Высказывания, да, ну, такого же толка, то есть просто предложение. Как вариант. То есть просто какие-то предложения. Окей. Да, и мы видим здесь Мэган, Карл. Ну, очевидно, что вот мужчина и женщина, как я сказала. Задание следующее. Относительно каждого высказывания, да, на основе прослушного диалога, нам нужно решить, эти высказывания являются верными, и тогда мы в бланк ответов 1 запишем цифру 1, true, что соответствует правде. Two, false. Нужно поставить цифру 2 в бланк ответов 1, неверные это высказывания, либо three, not stated. И здесь основная заковыка. Кстати, это задание относится к повышенному уровню сложности, что соответствует уровню B1. Итак, каким образом мы будем с вами решать задание, чтобы убрать любую возможность ошибиться? Начнем с синонимов. Это тоже важный аспект, и это работа на перспективу, то есть на годовом курсе мы с вами прорабатываем очень большой объем лексики и в первую очередь много синонимов, чтобы вы были подготовлены в том числе для второго задания аудирования. Итак, шаг номер 1. Синонимы. Окей. So, as with task 1, it is important to listen for ideas rather than specific words. То есть первый шаг – это понять основную идею, то есть просто прочитать все эти высказывания и понять, окей, да, я понимаю, о чем здесь идет речь. If you hear exactly the same information as in a statement, then the answer is true. Да, и давайте разберемся-таки, что же такое true, false, not stated. То есть если мы слышим идентичную информацию, ну, к примеру, с синонимами чаще всего сказанную, и высказывание в задании соответствует прослушному диалогу, да, информация из диалога – это true. If you hear information that contradicts the statement, contradicts, то есть как бы противоречит, когда мы слышим противоположную информацию тому, что написано в высказывании, то это false. If they do not say anything about a statement or do not mention key information in a statement, then the answer is not stated. А если нет информации о том, что указано в высказывании, то мы ставим цифру 3 в бланк ответа в 3, это значит not stated. Поехали дальше. Но не всегда все так просто. Да, мы прочитали общую информацию и поняли, да, услышали синонимы, все понятно. Зачастую важны детали. Understanding details, понимание деталей – это следующий шаг к безошибочному решению задания 2, раздела аудирования ЕГЭ. Sometimes it is only part of a statement that determines whether the answer is true, false or not stated. To get it right, you have to listen carefully for detail. Да, внимательно слушаем. Да, давайте разберем пример. Окей, for example, imagine this is a statement. Представим, что вот у нас высказывание в задании. Alan takes a train to visit his grandparents in the summer. Окей. Alan, в общем, едет на поезде навестить своих бабушек и дедушек летом. Прекрасно. Да, вот они ключевые слова, что он вот именно на поезде едет к бабушкам и дедушкам летом. Прекрасно. If Alan says, если мы слышим в аудировании, Alan говорит, In the summer holidays I usually go and stay with grandma and grandpa. They live in Brighton, which is about three hours away by train. So, in this case, the answer is true. В этом случае ответ будет верно. Да, то есть очевидно. Все. Он, собственно, сказал то, что есть высказывание. Едет к бабушкам и дедушкам летом на поезде. Чудо. If Alan says, но если он говорит, In the summer holidays I usually go and stay with grandma and grandpa. So, they live in Brighton, which is about three hours away by bus. Then the answer is false. Почему false? Да, важные детали. Он вроде бы сказал то же самое. Если мы не обратим внимание на эту деталь, то нам покажется, что это true. Но нет. Да, то есть мы должны держать всегда внимание в фокусе. Он сказал на автобусе. Да, три часа на автобусе. А нас интересует поезд. Поэтому эта информация противоположная. Да, другая информация. False. Неверно. Не соответствует. Следующий момент. Not stated. Да, false. Not stated. С false мы разобрались. Да. Вот оно высказывание. Alan takes a train to visit his grandparents in the summer. И если он указывает автобус, да, в своем монологе, то мы понимаем, что это false. Да? Совершенно очевидно. Однако. If Alan says, in summer holidays, I usually go and stay with grandma and grandpa, they live in Brighton, which is about three hours away, then the answer is not stated. Почему вы спросите? Ведь он сказал то же самое. Ничего не изменилось. А изменилось вот что. We do not know how he gets there. Нет информации про поезд. То есть каждая деталь важна. Вот. Каждая деталь высказывания важна. Про поезд не сказал? Значит, да не знаем мы. Может, он пешком. Может, на велике добирается. Бог его знает. То есть он и, скажем, не дает противоположной информации. Например, я ехал на велосипеде три часа. Или там, не знаю, на автобусе. Мы ничего не можем сказать. Ну, просто вот он едет к бабушке и дедушке. А на чем, как, чего? Поэтому это not stated. He just doesn't give us the information to decide if it is true or false. Вот. И здесь нам поможет разобраться, да, именно с true, false и not stated, особенно false и not stated, практика, которой на годовом курсе предостаточно. И еще завершающий, самый важный шаг, который поможет нам не допустить ни одной ошибки во втором задании аудирования, это understanding responses. То есть когда мы понимаем, собственно, кто говорит. Response – это ответ. Кто говорит. Например, То есть здесь важно держать внимание в фокусе и как бы понимать высказывание нас, кто интересует, да, обычно там, ну, например, да, у нас есть высказывание. Jim thinks Cambridge is boring. Вот высказывание Jim. То есть нам важно, да, Jim так считает. Не там, не Helen, а именно Jim. If Helen says... А Helen, например, говорит в аудировании, мы слышим. I've been to Cambridge and it's a bit dull. Дull – скучный. То есть это синоним для boring. Ну, и она там продолжает. Как это скучно. But we only find the answer when we hear Jim's response. Да? Но нам важно знать, да, согласно заданию, что думает Jim, а вовсе не Helen. И если мы поторопимся, то поставим, о, true, да, там скучно в Кембридже. Но нет, нас не интересует мнение Helen. Мы должны послушать, что думает Jim. А Jim, к примеру, говорит. I know. Если он скажет, да, я знаю, да, полный отстой. То это будет true. Если он скажет, are you kidding? То есть ты что, издеваешься, да? Ты же делала в cinema. Да там классное кино, там не скучно. Кинотеатр там есть. То очевидно, что он противоположного мнения. Это будет false. Будьте внимательны, и следующий шаг – это практика. Выполняйте задание. Спасибо. 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 Спасибо.